Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Вэмби. В этот раз мы в DCS World на самолёте А-10. Это у нас 10-ая миссия компании Каменный Щит. Миссия называется Поддержка. И сейчас моя задача, как можно догадаться, оказание поддержки отряду спецназа, который попал в засаду, то есть должен был отработать по его целеуказанию. И давайте глянем маршрут. Ага. Загрузка. Опять спартанская. Вам Аверика и две бомбы Марк-82. Ладно, поехали. Пищалку вырубаем. Обороты 80%. Колёсные тормозы отпустил. Максимал. Отправление носовым колесом отключил. Ручку на себя. Плавно-плавно. Есть отрыв. Шасси упал. Закрылки. Давайте разгоняемся на первую ППМ. Кольт-71. Это Кейс-Тоун. Следующий в район Техас-9. Отмечен ППМ-3. Необходимо оказать помощь при штурме. По полученным данным, в серии Ахалшей не находится схрон оружия. Задача Техас-9 проверить силу на наличие схрона. 10 минут назад по Техасу был открыт снайперский огонь на подходе к деревне. Ранен водитель хамера. К счастью, ранение лёгкая. Помощь оказали на месте. Тяжёлого оружия у них нет, поэтому Техас запросил поддержку. Техас-9. Давайте сразу включим. Техас-9. Техас-9. Подогреваем авиалики. В брифинге, кстати, было написано, что у меня бомба Марк-82, а в диспанс подвешенный Марк-84. Да ладно, это даже ещё лучше, поскольку Марк-84... Техас-9, это Кейстоун. Мы выставили за вами группу эвакуации Спринфилд-4-7. Будут в зоне ожидания через 15 минут. Блин, понять не могу, зачем мне постоянно пытаются на высоту 18 тысяч футов поместить. Думаю, 16-7 наберу. Это... Блин, такая оптимальная высота для штурмовика. Всё-таки наша задача штурмить, а не летать где-то там в стратосфере. Ну, хотя, конечно, можно и со стратосферы бомбы сбрасывать. Но, учитывая то, что у меня бомбы неуправляемые, сейчас всё-таки буду на более такой, более-менее малой высоте держаться. Тысяч футов 9, не больше. Кольт-71, это Кейстоун. Вы входите в район Техас-9. Да вроде ещё не вхожу. Вроде мне ещё лететь, блин. 20 миль. Да тут... Кольт-71, это Техас-9. Мы на севере села Недлати. Ваша цель? Здание на севере села. При входе в район дам более точную наводку. Да, а то здание на севере села, это, блин, царское целеуказание, конечно. Надеюсь, что... При подлёте они реально мне объяснят более конкретно, что я атаковать должен. Кольт-71, это Техас-9. На севере села Недлати два здания с плоской крыши недалеко от дороги. Снайпер засел в том, что ближе к дороге. Мы южнее 400 метров. Обозначаю себя тремя залпами зелёных сигнальных ракет. Да, обозначаете. А, во, вижу, действительно обозначают. Вот, видите. Как раз наши союзники. Обозначу здание Дыма, Капрал. Отметьте позицию снайпера для вардхога Ранжуэн Дыма. Угу, неплохо бы. Я вижу, что-то дымится тут. Есть ваше строение, которое я должен поражать. Давайте поразим, что это. Тикс, бомбы, бомбы. Ага. И разворачиваемся. Ну, с пикирования откидаюсь. Поскольку точность-то у бомб Марк-82 и Марк-84 такая довольно условная, скажем. Ибо сбрасываются они обычно куда-то в направлении противника. А, бомбометание с пикирования хоть более-менее может позволить улучшить самую точность. Сразу ноги на педали складываем. Ну и понятное дело, что чем круче пикирование, тем точнее будет у нас бомбометание. То есть, с пологого бомбометания точность низкая. А с крутого она высокая. Главное, с крутого пикирования самому выйти и успеть. Первоочередная задача. Так, вижу это строение. Спрос, и вывожу. Пахнул душевно. У меня аж, блин, фпс просел от такого бабаха. Так, чё дальше? Какие цели указания будут? Пока никаких. Ну, ты славно. Давайте, встанем сейчас в вираж. Будем в вираже стоять. Отлично, схрон здесь. Сапёры вперёд. Кольт Сим-1. Задержи противника, пока сапёр не закончит минирование. Давайте. Чё, кого держать надо? Я-то подержу запросто. Реально, с какой стороны противник-то? Задержи противника, это как-то... А, наступающего с севера. Так бы сразу и сказали. А то задержи, да задержи. Так, север, север. О. Е тут уже пыль поднимает. Сапёр и закончили, уходим. Там, смотрю, шилка какая-то катится даже. Угу. Отлично, маё. Спринфилд, это Техас-9. Где вы? Я уже пролетел. Ну, пока разгадывал там шилку эту. Техас-9, я Спринфилд 4-7. Мы в зоне ожидания. Выдвигаемся в точку эвакуации. Сейчас шилку бабахнем только быстренько. Отлично, пора убираться отсюда. Пуск. Там что-то наяривает, аж смотрю. Сейчас. Ну, задержим, придержим. Всё, шилка отпищалась. Так. Поёшь налево? Кто-то что за подлец там? Как мне стыдно так. Понимаешь, к ним со всей душой, а они ко мне. Всё. Всё. Продолжение следует... 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 поддерживаем скорость еще в этих микрофризов бы не было вот 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 и про это сейчас как раз перед касанием такие пролагивания это явно не то чего мне хотелось бы все-таки докупать докупать оперативную память думаю поскольку с 8 гигабайтами оперативки как-то уж совсем не комильфой играть с отлично интересная миссия такая была от кэша расслабился в ней но это стрела меня чуть не проучила то есть я думал что как обычно будет простой вылет мне обеспечили блин теплый прием снизу мне даже понравилось данный вылет так что осталось кстати все две миссии отлетать в этой компании с 11 12 ладненько чуваки надеюсь видео было кому-то интересно и всем спасибо всем до свидания